Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о недостающем звене. Неистребимый, вечно живой тезис о том, что уже сто лет ищут ученые, всю планету перекопали, а вот это самое недостающее звено между обезьяной и человеком так найти и не смогли. Значит, история этого тезиса следующая. В XIX веке, когда распространилась сама идея о том, что человек произошел от обезьяны, конечно, эволюцию человека представляли чуть проще, чем сейчас, но уже тогда было понятно, что, наверное, не мгновенно это произошло, не сразу обезьяна превратилась в человека. Все-таки мы разные. Обезьяна четвероногая, мы двуногие. У обезьяны маленький мозг, челюсти большие, руки длинные, ноги короткие, она покрыта шерстью и так далее. И, видимо, вот этот процесс происходил как-то поэтапно. То есть сначала из обезьяны получился некий промежуточный пятикантроп, обезьянный человек, а потом уже из этого обезьянного человека получился человек настоящий. И Эрнст Геккель предложил вот это словосочетание, недостающее звено, миссинглинг. Ну, потому что в XIX веке, когда вот эта идея обсуждалась, еще никаких находок такого рода сделано не было. И до сих пор этот термин продолжает использоваться журналистами и в популярной литературе. Учеными он не используется, потому что мы сейчас знаем, что от человекообразной обезьяны, древней, до современного человека, прошло ни много ни мало 10 миллионов лет. То есть это был длительный, сложный процесс, много чего случилось за это время. И вот эти наши человеческие особенности, они возникли не сразу, не мгновенно, не одновременно. Они возникали в разное время. Например, сначала, когда-то давным-давно, наши предки стали ходить на двух ногах, и уже через много миллионов лет после этого у них начал увеличиваться мозг. Так вот, вся история палеоантропологии, это фактически история о том, как ученые заполняли вот эти 10 миллионов лет находками. То есть в итоге получилось у нас не одно какое-то недостающее звено, а цепочка из множества звеньев. То есть сначала нашли еще в конце 19 века пятикантропа. Потом нашли гидельбергского человека, который промежуточный между пятикантропом и хомо сапиенсом. Потом нашли австралопитека, который более древний, более примитивный, фактически это прямоходящая обезьяна. Потом нашли человека умелого хабелиса, который промежуточный между австралопитеком и пятикантропом. И так далее. К 70-м годам, вот по всем основным этапам человеческой эволюции, какие-то находки были сделаны. Потом нашли предков австралопитеков, еще таких полудревесных. И, короче говоря, к началу века 21-го эта цепочка получилась настолько длинная и подробная, что ее перечислять устанешь. Но я все-таки, ну, чтобы вас развлечь, это, пожалуй, сделаю. Итак, значит, дело было 7 миллионов лет назад в Африке. Значит, жил сахилантроп. Потом от сахилантропа произошел рарин. От рарина произошел ордипитек кадаба. От ордипитека кадаба произошел ордипитек рамидус. От ордипитека рамидуса произошел австралопитек анамский. От австралопитека анамского произошел австралопитек афарский. От австралопитека афарского произошел человек умелый, Homo habilis. От Habilis произошел человек, работающий Homo ergaster. От ergaster произошел человек прямоходящий. От человека прямоходящего произошел человек Гидельбергский. От человека Гидельбергского произошел человек Хилмеи. От Хилмеи произошел Homo sapiens idalto. И от Homo sapiens idalto произошел Homo sapiens sapiens, то есть современный человек разумный. Уф! Это я перечислил сейчас только наших предков по прямой, то есть различные побочные параллельные веточки я не называл. В частности, я, например, не назвал неандертальцев, которые нашими предками прямыми не являлись, но благодаря генетикам мы знаем сейчас, что всё-таки какой-то вклад в становление современного человека неандертальцы сделали. С каждой находкой картина становилась более подробной, но и более сложной. Например, посмотрите, вот так выглядела эволюционная схема лет 50 назад, и так её до сих пор изображают в некоторых школьных учебниках. И вот это современная картина. Почувствуйте разницу. Тут ещё возникает одна ловушка, которой с радостью пользуются враги науки. Вот, допустим, у нас есть две формы А и Б, а между ними недостающее звено. Допустим, мы нашли это недостающее звено С. Ура! Да не тут-то было. У нас теперь есть два недостающих звена. Меня лично умиляет, когда некие креационисты, ну или кто-то, кто начитался таких статей, начинают говорить, что, например, вот существует какой-то такой пробел между гидельбергским человеком и хомо сапиенс, человеком разумным. Ну, во-первых, там пробел он такой, что там уже непонятно, где гидельбергский человек заканчивается, где сапиенс начинается, то есть туда хомо хелмея уже втискивается с трудом. Во-вторых, вообще сам гидельбергский человек – это, собственно, переходная форма между хомо эректусом и хомо сапиенсом. То есть нас просят найти переходную форму между переходными формами. А в-третьих, если человеку уже предъявить вот этого самого хомо хелмея, вы думаете, вопрос исчезнет? Нет, он повторится только с новыми действующими лицами. Не пора ли вам, господа, сменить пластинку? В какой-то момент, наоборот, находок стало слишком много. То есть нашли одного австралопитека, описали второго, третьего. В общем, выяснилось, что в Африке когда-то жила куча разных австралопитеков. Естественно, между специалистов начались споры, а кто же из них предок? И тут опять противники эволюции потирают руки, мол, ученые запутались. Ну, чего вы радуетесь? То есть фактически получается, что в Африке когда-то жил не один, а много видов прямоходящих обезьян. То есть искали одного прадедушку, а их оказалось шесть. Кто-то считает, что это довод против теории эволюции? Ну, подумайте немножко. Да, я думаю, сейчас кто-нибудь из зрителей сказал, что на это, наверное, все были подделки. Но вы не стесняйтесь, вы напишите. Мы в следующий раз про подделки тоже поговорим. Между тем, новые находки продолжают делать каждый год и описывать новые виды. Буквально уже вот в этом году описали очередного раннего человека, хома на леди из Южной Африки. Как и полагается в переходной форме, он все сочетает признаки австралопитеков и самых ранних людей. То есть у него очень маленький мозг, при этом достаточно длинные ноги. Места на эволюционном дереве его пока что не нашли. И сложно? Да, сложно. В науке вообще всегда так. Модели постепенно с развитием науки усложняются. Например, та модель атома, которую мы сейчас знаем, сильно отличается от модели атома Томпсона конца 19 века. Но люди не любят сложности. Люди ждут простых ответов. И журналист, которого тоже думать не учили, его учили придумывать красивые привлекательные заголовки, он, недолго думая, пишет. Предок человека, наконец-то, найден. А читатели, которые видят это на газетной полосе, разводят руками. Что опять? И обязательно еще журналист, он не может не добавить, что ученым придется переписать учебники, теория эволюции, теория происходения человека должна быть пересмотрена. А не пора ли этому журналисту пересмотреть свой подход к написанию вот таких вот статей? Да, научная картина становится сложнее, подробней, интересней, но основные тезисы не поменялись. То есть, Земля как была, так и осталась круглой, электроны по-прежнему летают вокруг атомного ядра, а человек произошел от обезьяны в Африке. И детали этого процесса изучены сейчас во всех подробностях. И, кстати, на эти самые недостающие звенья, на их черепа, на их реконструкции впервые можно посмотреть на нашей выставке, которая сейчас ездит по городам России. Может быть, приедет и в ваш город. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы активно участвуете в обсуждении моих видео. Давайте только вы будете аргументировать ваши доводы. То есть, хотелось бы, чтобы спор велся не на уровне эмоций и каких-то обвинений, а на уровне фактов и доводов. Дорогие друзья, наступает год обезьяны. И у меня предложение, а не переименовать ли его в год обезьяна-человека. Оставайтесь с нами в новом году. Читайте материалы антропогенез.ру. Смотрите ролики лаборатории научного видео. С вами был Александр Соколов. Субтитры сделал DimaTorzok